Она ездила там на Панамеле, там за 8 лямов, короче, а у меня там, блядь, ланцер был чуть не дырявый, короче, я его там оставил, приехал со мной на такси, пошли в кофеманию, и я как бы понимаю, ну что все пиздец, вот у меня, знаешь, вот вся вот эта тема, что там шуба, вся история, она там куча там всяких передач снималась. Это поражает, у них вот такие глаза, они говорят, я в шоке, она на меня нормально реагировала, она мне дала телефон, там, она согласилась встретиться, то есть она очень приветливая и воспитана общалась, ааа, как это так, то есть. Ну, тут, конечно, одна рука красная. Потому что если всех этих девушек в шубах, не в шубах, в пуховиках, не в пуховиках, раздеть, раз, отмыть с них косметику, не знаю, отправить на какой-то необитаемый остров, плюс-минус они все будут одинаковые. Ну вот прикинь, какой-нибудь чувак идет и думает, бля, ее ебет, наверное, какой-нибудь, и там Юра такой, блядь, короче. Приветствую, это Шамшурин, и в этом видео мы поговорим с тобой о мировоззрении и о твоих ценностях. То есть это то, что является фундаментом, это то, что является основополагающим во всем. Это то, что у тебя в голове, это то, как ты живешь, соответственно, то, как ты в конечном итоге взаимодействуешь с людьми, как у тебя получается, либо не получается. Это как ты реализуешь себя, как вообще ты счастлив или нет, то есть, ну, что у тебя в голове. Это важнейший фундамент. Есть люди, которые, некоторые из людей, да, большинство, я бы сказал, они даже не задумываются, они живут всю жизнь и даже не задумываются о том, какие у них цели, какие у них смыслы, какие у них ценности, какое у них мировоззрение. Очень важно понимать свои, свои, свое мировоззрение и свои ценности. Потому что, когда ты себя в этом плане анализируешь, ты понимаешь очень многие причинно-следственные связи, почему в твоей жизни те или иные вещи получаются так, а не так, как ты хочешь, или вообще что-то не получается. Или почему ты расстраиваешься из-за каких-то вещей, почему ты счастлив, почему ты несчастлив. Куда ты идешь, куда ты в конечном итоге хочешь прийти, поэтому обязательно нужно проанализировать себя на предмет ценностей. Это очень важный момент. И, соответственно, даже когда вы строите отношения с девушкой, принципиально важная вещь, чтобы вы совпали по ценностям. Потому что, если вы не совпадаете по ценностям, ну, например, у вас одни приоритеты в жизни, у нее другие, как вы тогда сойдетесь, как вы друг с другом будете взаимодействовать? И эти вещи, которые так вот по щелчку не переделываются. Поэтому очень важно при выборе спутницы жизни понять, совпадаете ли вы по вашим ценностям и по вашему мировоззрению. Мировоззрение – это то, как вы относитесь к миру. То, как вы воспринимаете мир, то, как вы воспринимаете эту жизнь. Это очень важно. Откуда берутся, собственно, ценности и формируются? Сейчас очень сильно, очень негативное влияние оказывает интернет. Мне, честно говоря, мое мнение, мне это очень сильно не нравится, потому что в интернете все крутые. То есть, если вы посмотрите инстаграм, все офигенные, все счастливые, все крутые, все богатые, все путешествуют. У всех все классно. То есть, и вы в этот момент начинаете чувствовать себя плохо, потому что вам кажется, что они так далеко от вас, они такие красивые на этой картинке, все классно. А у вас все как бы не так, как вам хочется. То есть, интернет очень сильно коммерциализирует наши ценности. То есть, он делает так, что мы становимся все большими потребителями, мы не хотим ничего отдавать, мы только берем в этот мир. И, соответственно, мы начинаем все больше переживать из-за того, что у нас нет чего-то материального, того, что мы хотим. Конечно же, СМИ, телевизор и прочая херня, телек, к слову, я вообще не смотрю в принципе. Я не помню даже, когда я по нему что-то смотрел. Если даже смотрел, то это были какие-то научно-популярные передачи, из-за чего, соответственно, моя девушка приходит и говорит, что за старческую херню ты смотришь. И самое главное, самое основополагающее в ваших ценностях, это то, что они формируются в детстве. В самом-самом детстве, с самого детства. Детей не нужно воспитывать. Можно что угодно им говорить, что угодно объяснять, но если... Ну, конечно, нужно воспитывать, но я имею в виду, что если вы сами внутри другой, если вы нецелостны, если вы говорите ребенку одно, а по факту делаете другое, ребенок все это увидит. То есть ребенок все подмечает, все ваше взаимодействие между вами как супругами, ваше взаимодействие с миром, ваши ценности, ваше мировоззрение, и он копирует их и, соответственно, несет через свою жизнь. Поэтому здесь нужно самому над собой работать. Как было у меня, например, сейчас я очень сильно проработал свои ценности. На 90% они уже сильно поменялись, изменились, и слава богу, потому что вечные ценности, такие как любовь, счастье, свобода, взаимопонимание, поддержка близких людей и так далее, и так далее, и так далее. Такие моменты, их никто не отменял, они всегда будут вечными. И получается, что вот эти вот коммерческие ценности, коммерческое мировоззрение, какое-то потребительское, оно ни к чему хорошему не приведет, потому что я знаю очень многих людей, которые, даже заработав огромное количество денег, они ходят и задрачиваются из-за какой-то фигни, потому что они все равно несчастливы. То есть деньги не сделали их счастливыми, деньги не решили их проблему. Как было у меня, например, то есть у меня была такая история, мама всегда была такая более неспокойная в плане денег. Она переживала, что у нас не будет денег, что у нас их не хватит, что нечем будет кормить детей, что там мы завязнем в долгах и так далее, и так далее. То есть она была неспокойная, но я говорю про себя в детстве, сейчас они здоровы, живы, слава богу. Папа, он всегда был спокойным, как танк, это каменное спокойствие, это то, чего мне все же не хватало, и я очень все-таки надеюсь, что в дальнейшем это будет во мне все расти, расти и расти. И когда у нас в семье были какие-то финансовые кризисы, я был очень маленьким, мама всегда истерила, переживала, плакала, кричала, говорила, что все плохо, денег нет. Чтобы папа что-то делал, то есть таким образом она пыталась подстегнуть папу к каким-то более активным действиям. Папа же был спокоен. Я как ребенок, я не понимал, как мне воспринимать этот мир, как мне реагировать. Я почему-то подумал, что если папа молчит и папа спокоен, значит папе все равно. То есть папа ему параллельно. А то, что мама так кричит, так переживает, так плачет, значит так нужно, то есть так правильно, потому что я его спокойствие воспринял как нежелание решать проблему. И соответственно это отразилось на моей башке, на моем мировоззрении, на моих ценностях. И потом, что было, потом я вырос человеком с неврозом денег, то есть я очень сильно переживал всегда, когда мне не получалось зарабатывать, когда что-то было не по-моему. Очень сильно расстраивался. И сейчас, благодаря огромным титаническим усилиям над собой, в частности то, что я уже длительное время занимаюсь в психотерапии, благодаря этому я очень сильно проработал эти ценности, стал спокойнее, умиротвореннее и как-то более философски смотрю на эту жизнь. Ваши ценности и мировоззрение определяют ваши действия, ваши цели, ваши смыслы. Еще раз коротко, чем отличается цель от смысла? Цель, например, вы хотите найти себе девушку, это цель, ну хорошая цель. А вы хотите построить здоровые и крепкие отношения и поддерживать их, то есть иметь здоровые и крепкие отношения или там семью, это уже смысл. То есть цель она конечна, смысл он бесконечен, он растянут на всю жизнь. Смысл надо поддерживать постоянно. И, соответственно, то, как вы мыслите, то, как вы относитесь к миру, то, какое у вас мировоззрение и ваши ценности, оно определяет, какие у вас будут цели, какие у вас будут смыслы. Мне, кстати, нравится пример больного мировоззрения, больных ценностей, который описан в книжке «Тонкое искусство пофигизма». Она такая попсовая, но я ее два раза перечитал, она прикольная. Написал ее Марк Мэнсон. Вот, в этой книге рассказывается история, как начинающая рок-группа, но очень уже такая восходящая на пьедестал, в Америке, по-моему, это было. То есть она выгнала своего гитариста. Просто они пришли в какой-то момент, сказали своему гитаристу, чувак, ты нормальный парень, мы не хотим с тобой работать, ты нам надоел. Не знаю, по каким-то причинам они его уволили. Он настолько был потрясен этим, он настолько расстроился, что сам себе поклялся, что когда-то я создам свою группу, еще лучше этой, и я буду висеть везде на плакатах, на билбордах, со всех страниц журналов. Эти чуваки, которые будут к тому времени без него, потому что он же ушел прозябать в нищете, они будут видеть это, смотреть и думать, и завидовать, грызть себе пальцы, локти, потому что они будут понимать, что они лохи, и он всех их обошел. То есть он поклялся стать круче них, лучше них и обойти их во всем. И он сделал это смыслом своей жизни. То есть это его двигало, это дало ему энергию, это дало ему какую-то злость. И через какое-то время, через пару или тройку лет, этот человек уже собирал стадионы, то есть он организовал свою рок-группу, он стал крутейшим гитаристом, у него очень известная группа. Ну я не помню цифр, допустим, они продали 20 миллионов пластинок. Это просто поразительно. Они собирали стадионы, у него было огромное количество денег, поклонников, славу, всего материального, всего, что он хочет. И все было бы хорошо и классно, если бы та группа, из которой его выгнали, она не называлась там, ну не помню, то ли это Скорпионс, то ли Квинн, то ли какая-то группа. То есть еще более крутая, те чуваки стали еще более крутыми, которые его выгнали. И получается, что они, например, продали 150 миллионов пластинок. И этот человек, этот гитарист признался в каком-то откровенном интервью о том, что он абсолютно несчастлив, он чувствует себя лузером, неудачником, просто несостоявшимся в жизни человеком, только потому, что, несмотря на то, что у него все это и есть, все, что он хотел, он все равно хуже них, он все равно изгой, он все равно чувствует себя лузером, которого выгнали, которого обставили, потому что эти парни добились еще больших высот. Вот так вот тупо устроен мозг человека, то есть просто как у обезьяны. Потому что я считаю, что здесь не даже дело не в устройстве мозга, как написано в книжке у Марка Мэнсона, а в том, что у этого человека было неправильное мировоззрение, неправильные ценности. И, соответственно, там описан другой пример, когда тоже какого-то чувака выгнали из группы, он сильно порастраивался, а, это из Битлз его выгнали, короче. А потом он как-то пересмотрел все свои жизненные приоритеты, смыслы, ценности, завел себе семью, стал таким хорошим семьянином, родил детей там и так далее. И он стал счастливым, спокойным человеком, который живет спокойной, счастливой, радостной жизнью, умиротворенной и так далее. Да, он признает, что не получил каких-то там материальных благ, лишних какого-то признания, но по факту все остальные члены группы, из которой его уволили, они, их личная жизнь никак не состоялась, то есть не особо-то они были счастливы. Это наркотики, это постоянные там какие-то тусовки, гастроли, ни к чему хорошему это их не привело. И вопрос, что для вас более приоритетно, что для вас более важно. О чем вообще этот видос, к чему я? То, что в частности в пикапе, в общении с девушками, в соблазнении, в поиске себе девушки, то есть в построении отношений, ваше мировоззрение и ваши ценности играют ключевую роль в том числе. Как это работает? Допустим, с этим я сталкиваюсь на каждом своем тренинге. Это меня, конечно, крайне расстраивает, но с этим нужно работать. То есть когда вы видите, когда мужчина обычный парень, причем он может быть даже не бедный, он может быть вполне там успешный и реализованный, то есть когда он видит девушку в шубе, ну скажем так, шубную девушку, как я их называю, он почему-то сразу же начинает думать, что она лучше. Слушай, то есть сейчас ты увидишь отрывок с тренинга, где я буду рассказывать парням о том, как они ошибаются в этом плане, то есть там будет дальше еще интереснее. То есть они считают, что если девушка вылезла из дорогого автомобиля, если девушка идет там какая-то в дорогих мехах, или у нее какая-то сумочка там, не знаю, Louis Vuitton, или они пришли на какую-то тусовку в дорогой клуб или дорогой ресторан, то они считают, что все эти люди, которые там, они лучше, чем он сам. То есть они считают, что девушка в шубе по каким-то причинам стала лучше, только потому что она в шубе. И, соответственно, во что это выливает, что они к таким девушкам либо не подходят вообще, либо у них еще больше внутренний дискомфорт какой-то, и это мешает им общаться. То есть они потом шокированы, когда на тренинге все-таки мы делаем так, чтобы они начали с такими девушками знакомиться, и их это поражает. У них вот такие глаза, они говорят, я в шоке. Она на меня нормально реагировала, она мне дала телефон там, она согласилась встретиться, то есть она очень приветливая и воспитана общалась. А, как это так? То есть действительно для них это разрыв мозга. Они считают, что если девушка в шубе, значит она лучше, чем все остальные, и лучше его. То есть по такой логике, получается, я над ними прикалываюсь. Я говорю, ребят, вы можете купить себе шубу, дома одевать эту шубу, ходить в этой шубе дома, и когда вы звоните, приглашаете на свидание, думать, да, чёрт возьми, моя шуба лучше. Но это абсурд. То есть это только лишь указывает на неправильность их мировоззрения, нездоровое их мировоззрение, неправильные ценности. Потому что если всех этих девушек в шубах, не в шубах, в пуховиках, не в пуховиках, раздеть, отмыть с них косметику, не знаю, отправить на какой-то необитаемый остров, плюс-минус они все будут одинаковые. И уровень дискомфорта при подходе к такой девушке, когда ты с ней знакомишься, он будет практически одинаковый. Либо вообще не будет дискомфорта. Поэтому, когда вы видите таких девушек, и первое, что у вас возникает, ой, она же там какая-то растакает, отбросьте нахер эту мысль. Это не так, это ваша ошибка. И обратитесь к вашим ценностям, к вашему мировоззрению, потому что какого хрена я решил, что если человек, у которого больше денег, ну, это так трактуется дальше вашим мозгом, почему он лучше меня? С чего вы это решили? И пока вы не разберетесь со своими ценностями, со своим мировоззрением, а это очень большая работа, еще раз. Тут не то, что с женщинами и в пикапе у вас будут какие-то проблемы. В принципе, по жизни у вас ничего хорошего не будет. Поэтому это то, над чем нужно работать в первую очередь. Как-то так дальше смотрите отрывок с тренинга, прежде чем будете смотреть. В конце марта, 28 по 31 марта, я жду всех желающих на своем тренинге практика, который сейчас уже активно собирается. У нас уже несколько мест занято. Напоминаю, что 20 мест в группе. Вы можете принять участие, приехать и, соответственно, на практике сделать все то, что вы не можете сделать самостоятельно. Получить сногсшибательный результат, найти себе девушку или девушек, как вы захотите. Ссылка для записи под этим видео. Успейте записаться, ребят. Все, смотрите отрывок с видео. Надеюсь, что этот видос был полезен. Напишите, о чем еще вам рассказать. Все, увидимся, пока. Трудно подходить. Вот я в ГУМ еще заходил и делал привет. Трудно подходить в магазинах, каким статусом делать. А ты уверен, что девушка делает в твоих глазах себе статус или это магазин делает ей статус в твоих глазах? Не знаю, но то, что по моей карте я вижу, то есть она стоит в магазине ЛВ, она вся такая шубка, нарядная. И что? Шубка стоит, блядь, 100 тысяч рублей. Не знаю, каждая телка может себе в кредит ее купить. Может быть, я не ошибаюсь, но в моей карте мне кажется, что она какая-то там супер-классная, но с такими тяжелыми. Как мне чувак сказал, я не видел столько концентрации шуб, как в московском метро, говорит, ни в одном городе. Все метро в шубах. Ну, чувак, тут вопрос ценностей, вопрос мировоззрения, то есть я сам над этим работаю. То есть если для кого-то девушка в шубе, она просто девушка в шубе, да? Для кого-то девушка в шубе это какая-то вот она сверхчеловек, потому что у нее типа есть там бак. У тебя есть сотка на шубу, блядь? Она не бережет природа. Да, тварь, короче. У тебя есть сотка на шубу? Ну, лишняя. То есть не знаю, купи себе шубу, блядь. Дома ее одевай хотя бы по приколу. Ну, или купи мужскую такую пиздатую в пол, блядь. Ну, то есть и скорее всего ты уравняешь вот это вот ощущение, то есть, понимаешь, я понимаю, как может сработать шуба на каком-нибудь чуваке, который работает, ну, там, не знаю, за двадцатку где-то в регионе, приехал сюда на последние деньги, да? В шубе. Ну, на него это может как-то вот сработать, отягчающе, а ты-то что? Нет, ну, шуба реально классная, но она и хочет, чтобы... Ну, я понимаю, это образ шубы, это и магазин, и прочая хуйня. Ну, то есть ты же можешь прийти в ГУМ купить себе какую-нибудь там говно, не знаю, какую-нибудь футболку там, Валентина. Ну, то есть ты можешь все то же самое, то есть и место такое же, в принципе, ты уже можешь там и посидеть, поесть где хочешь, там, и попить где хочешь, а все равно вот это ощущение есть. Ну, наверное, потому что я понимаю, что она общается с мужиками, которые статус... Как ты это узнал? Мне так кажется. Ее ебет какой-нибудь маленький лысый, блядь, как Юра, вот такой вот это самое. По-любому, блядь. Ну, как ты понял? Ну, как ты, чувак? Я не знаю. Это вот Юрина история, когда он приехал на тренинг, он там залазил на каких-то таких с Рублевки, мадам, то есть и вот он прям приехал, говорит, я хочу вот только таких. И как бы он приехал на тренинг, обычный парень из Кирова. Еще акцент у него был такой жесткий. Ну, вот прикинь, какой-нибудь чувак идет и думает, блядь, ее ебет, наверное, какой-нибудь. И там Юра такой, у меня на самом деле была история там с Рублевской котелкой, я на тот момент тренинг закончил, сколько-то там месяц на два прошло, с Волой там ходили в Бенкидол. Ебать. Она ездила там на Панамеле там за 8 лямов, короче, а у меня там, блядь, лансер был чуть ли не дырявый, короче, я его там оставил, приехал со мной на такси, пошли в кофеманию, и я как бы понимаю, ну, что все пиздец, вот у меня, знаешь, вот вся вот эта тема, что там шуба, вся история, она там куча там всяких передач снималась, короче, и у меня вот так все нагнеталось, я, короче, звоню Володе, говорю, Володя, блядь, я за зрение, я почему-то совсем, блядь, какая-то звездная. Я вообще ее буду трогать, там я, блядь, как трогать, два раза больше, я буду трогать, еще больше. Я понимаю, что, как бы, я с такими птенками реально никогда не общался, то есть она вот сейчас одна появилась, и хуй на глутань еще или нет, у меня тогда такие мысли были в голове, я уже, ну, четко принимаю решение, что я, как бы, пойду, потому что, если я сейчас не пойду, я вообще даже не знаю, как там будут события развиваться. То есть мы приходим, садимся, я через буквально, там, 20 секунд уже беру ее за руку, короче, ну, вот ее не отпускают. То есть мы сидим, я вот сижу просто, ну, честно скажу, мне было страшно, как бы, на тот момент, блядь, но вот я просто беру руку и всю цветанку, как бы, я всю руку, ну, как бы, наглаживаю. Понимаешь, как бы, это обычная телка, блядь, и она, ну, мы там за жизнь потом начали тоже разговаривать, и она начинает говорить, что, как бы, с ней так, ну, вообще мужики себя не ведут. Конечно, одна рука красная. Мазольная телка. Она реально говорит, что так, ну, мужики так себя не ведут. То есть кто-то пришел, там, схватить за руку, как бы, все сидят, и там, и так, и так. Так это ей было по приколу, понимаешь? Она же тебе что-то там рассказывала, что она, на самом деле, обычная телка, которая приехала с какого-то, там, не знаю, Саратова, ну, долго насасывала, ну, какую-то свою историю. То есть ты ей уже неосознанно придал какой-то статус богине, а она обычный человек, понимаешь? Я ей тоже сказал, что, ну, там, буквально через, там, 10 минут общения, я говорю, слушай, давай тебе трэш устрою, как бы, ну, раз ты живешь на Рублевке, пошли там завтра по метро, короче, по катанию, поугараем, знаешь, она на меня смотрит, ты что, говорит, блядь, я всегда знаю, она мне такой четко правду сказала, я всегда помню, кто я и оттуда я приехал, как они жили там, шестером, блядь, снимались, телками, такую-то, там, натуху, блядь, все, говорит, ну, там, шла-шла-шла, шла, говорит, в этом, ну, то есть, это к тому, ну, да, к тому, что, когда у нее все эти плюшки, там, появились, ну, у нее своим способом, там, у мужика, каким-то своим способом, она же не изменилась, как человек, блядь, ну, то есть, это вещи, сука, это деньги, это, там, не знаю, телефон, это дом, квартира, машина, ну, она объективно, это она, блядь, то есть, вам надо менять свое мировоззрение, вам надо перестать оценивать телок выжли, вылезших из дорогой тачки в мехах, как каких-то богоподобных, потому что, блядь, они такие же, а если она родилась, такой? И вам надо перестать оценивать себя, если у вас такого нету еще сейчас, как какого-то плохого, потому что, блядь, якобы я не, ну, я хуже, потому что у меня нет денег, какая нахуй разница, то есть, это вопрос финансового вот этого, то есть, неправильные ценности, у вас ценности, ну, и у меня такие же, я просто от этого лечусь, они финансово ориентированы, у чувака есть деньги, значит, он пиздатый, у чувака нет денег, значит, он мудак, то есть, не знаю, а есть, например, тип какой-нибудь художник, который рисует картины, ему нахуй деньги, не нужно, живет там на Бали, ему хватает чисто там, это, ну, на фрукты, там, на морепродукты, не знаю, и пойти там, постричься раз в месяц, и ему похуй, что он, думаешь себя, блядь, не считать плохим каким-то, что ли, да и мощь, насрать, просто он решил, что я буду жить вот так вот, то есть, как бы каждый живет так, как хочет, а вы деньгами измеряете крутость телки. Это вообще нелепая хуйня. Просто вопрос о том, что вот, она мне потом, она вообще вот на свиданке заказала, помню, я запомнил это навсегда, кофе какой-то там, холодный, он стоил 400 рублей, это, короче, у меня была самая бюджетная свиданка вообще за всю эту историю, то есть, я на телку там подавил 400 рублей, до этого я какой-то там чайник заказывал стабильно там, ну, либо кальян, то есть, вот, ну, где-то там тысячи-полторы всегда выходило минимум, здесь было там, ну, короче, 400 рублей она заплатила, я точно не заплатил за нее, и потом она мне каждый праздник там постоянно поздравляла, что как бы не делали остальные, потому что я, ну, запомнился чувак, да, запомнился, что делают другие, вот она, вот у нее все это есть, она, ну, пока не было, она может быть велась на чуваков, коммерчески предлагающих, что-то, ой, давай я тебе там подарю, она, ну, заебись, конечно, несите, несите мне дары, я еще не обязана вам давать, ну, если она такая девушка, значит, она за счет этого, она что-то себе там получила в жизни, кому-то дала, все-таки пришлось, наверное, блядь, ну, когда у нее все это появилось, нахуй ей вот эти чуваки, которые говорят, я тебе подарю каен, говорит, у меня есть каен, ну, я же тебе подарю каен, сука, так у меня есть каен, так у меня есть каен, ну, То есть, если она какая-нибудь совсем уж конченая, да, давай мне еще один конец, зачем мне второй конец? У нее есть квартира, есть машина, блядь, у нее есть бабки, там, не знаю, брилеты, что еще нужно? Ей нужно, сука, когда, как показывает жизненная практика, когда вот эти бизнес-леди всякие, какие-то там 35-40-летние, 45-летние, ну, охуительно выглядящие, там, самодостаточные женщины, когда у них все это есть, они больше всего воют, потому что, блядь, у них нет личной жизни. Им не нужны вот эти деньги, блядь, там, машины, магазины, то есть, им нужен, блядь, мужик, с которым она будет просыпаться с утра и думать, как же заебись. Вот и все, то есть, а вы почему-то думаете, что если у нее есть деньги больше, чем у вас, по такой логике, когда вы заработаете бабки, когда они у вас будут, у вас там будут миллиарды, миллионы, в какой-то момент вы взяли, нахуй обанкротились. И что, вы перестали себя чувствовать человеком, пошли и застрелились, что ли, или что? То есть, нужно понять, что это совершенно обычные люди, сука, просто люди. Я видел в аэропортах, блядь, в бизнес-залах, там, в бизнес, сука, ну, я лечу экономом, тут бизнес спереди кресла, там столько говна под одним креслом лежало просто, там какие-то, блядь, гамбургеры, хуямбургеры, кока-кола, тут наблеванно, тут какашка, блядь. Я думаю, сука, что за свинья ехала, блядь, он ехал бизнесом, по вашей логике он должен быть сверхчеловек, блядь. Ну, там, ебей вас, потому что вы летите в хвосте в экономе возле толчка, блядь. Этот чувак едет в бизнесе, там такой срач, что я подумал просто, как выглядят животные, блядь, вообще. Деньги они не делают его лучше или хуже вас. И, соответственно, чтобы понять, что эти девушки в шубах, ну, назовем так, шубные вот эти, да, что они обычные и они так же легко общаются, плюс они даже лучше с вами будут общаться, чем другие, потому что к ним все боятся подходить, а вы не испугались, и они это обязательно оценят. Сука, надо просто пойти и сделать это много раз на этих девушках, 10, 20, 30 и понять, что, блядь. То есть только через практику. Вам идти страшно, но когда вы начнете практиковать, вы поймете, что они обычные. Вот такой замкнутый круг, ищите слабое место, разрывайте. Продолжение следует...